Про путешествия. Очень интересно. В последнее время мне часто задаются такой вопрос. Елена Станиславовна, для чего вы путешествуете? Не жалко ли вам столько денег? И вообще, что вами движет? И, конечно, я с вами поделюсь, почему я путешествую. Я посетила больше 55 стран и продолжаю в меру своих возможностей это делать. И надеюсь, что продолжу до самых последних дней своей жизни. С вами Елена Алексюк, врач современной восточной медицины, психолог и автор книги «Супер Женщина». Друзья мои, для меня путешествие – это один из элементов познавательной деятельности. И так сложилась моя жизнь. Я не родилась золотой ложкой во рту, хотя и среди моих предков есть графья. Я, в общем-то, да, имею примесь голубой крови. Тем не менее, море впервые, первый раз в жизни наше отечественное море чёрное я увидела в 19 лет. В самолёт я села первый раз. Заметьте, первый раз в жизни я села в самолёт 27 лет. И со мной летел мой муж тогдашний и мои двое маленьких детей. Мне всегда нравилось рассматривать картинки, книжки, раскрашивать контурные карты. Вообще, я любила географию в том её разделе, где мы изучали другие государства. Мне всегда хотелось путешествовать. И вообще, я очень рано научилась читать, 4 года. И даже посчастливилось мне открывать несколько библиотек в своём, в том месте, где я тогда жила, и получать премии как лучший чтец. И, ну, в общем-то, меня хотели перевести из первого класса сразу в третий, но я была самая маленькая, самая худенькая. И именно по физическому развитию посчитали, что лучше этого не делать. Ну, короче говоря, читала, 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 изучала, изучала. И когда я первый раз поехала за границу, как раз со своими детьми села в самолёт, для меня это был культурный шок. И я решила, что надо путешествовать по-другому. Первый раз это был пятизвёздочник в Турции на Средиземном море. Ну, дети были маленькие, и не было, в общем-то, лишних средств. Поэтому, да, all-inclusive и так далее, и тому подобное. На следующий год я уже поехала на Канарские острова в апартаменты. Дальше я начала сама бронировать, интересоваться туризмом. И сама бронировала билеты, сама бронировала отели, гестхаусы, гостевые дома и так далее, и тому подобное. Дальше мне стало интересно вообще посмотреть своими глазами, а не глазами тех кинопутешественников, которые делали передачи. Поэтому я поехала очень быстро в Перу. Дальше я поехала, куда только ни поехала, в Африку, в Латинскую Америку, в Центральную Америку, в Тибет, в Китай, в Сингапур. Практически вся Юго-Восточная Азия, Индия, естественно, Европа, ну и так далее, там подобное множество островов. И я считаю, что те впечатления, которые я каждый раз привожу из поездок, они, в общем-то, очень мне помогают в моей жизни. Опять же, это для меня. Вот мое хобби, считайте. Дальше я увлеклась историей альтернативной, древними медицинами, поэтому множество поездок были связаны именно с моей профессиональной деятельностью. Я изучала долголетие, я изучала медицинские системы, я изучала историю религии и альтернативную историю в том числе. И многие мои поездки, они просто-напросто паломнические и связаны с изучением мною древних культур. Вот такая интересная ситуация. И, конечно, можно было накупить шмоток, драгоценности, квартиры, машины. Но, знаете, мы с собой можем забрать на тот свет впечатление, но вы никогда не заберете свои шмотки. Как говорится, в гробу багажника нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!